Программа важна, потому что... Ну, смотрите, давайте на вещи взглянем реалистично. Возьмем центр города, исторический. Альберт, Астрелнек, ну, тихий центр, старый город. Абсолютно понятно, что какой бы ни был бы экономический прогресс в республике, жители Курсэмс, Зепникаунс, Мэшсэмс или Плямников в массовом порядке в ближайшие лет 20 не будут покупать квартиры в тихом центре. Ну, не произойдет этого. Поэтому тихий центр, исторический центр, ну, вообще вот то, что мы видим, улица Бривыс и так далее, или обречен на полный развал, то есть это превратится рано или поздно в Детройт. Ну, потому что будут стоять пустые здания, эти здания будут рушиться, люди не будут хотеть жить в зданиях рядом с теми, которые разрушились и так далее, и так далее. То есть это Детройт, вот этот путь. Или мы можем сейчас это привести в порядок только за счет иностранных инвестиций, за счет граждан России, Украины, Казахстана. Это три основные группы, которые здесь покупают недвижимость в обмен на виды на жительство, которые вкладывают деньги. Если сейчас пройтись по центру, видно, как много домов сейчас ремонтируется, которые стоят в лесах, которые раньше были развалены, которые приводят в порядок, в полный порядок. То есть это результат этой программы? Это результат абсолютно этой программы, потому что больше нет никаких других покупателей. При этом же нужно очень себе хорошо понимать, что это абсолютно два разных рынка. Это не один рынок, это два разных рынка. Это центр города и какие-то отдельные новостройки в микрорайонах, и весь остальной жилый фонд. Если, предположим, в центре города и в каких-то отдельных новостройках цены растут, учитывая спрос из-за границы, то цена в квартире 602-й серии особенно не меняется. То есть они не связаны? Нет угрозы в том плане, что россияне сейчас извинят цены, и в результате жители Риги не смогут себе купить доступное жилье. То есть рост цен на недвижимость премиум-класса не отражается на серийном? На рынке серийном? Сейчас то, что мы видим, что это абсолютно разные рынки. То есть это как сравнивать рынок картошки и рынок бензина. Они не пересекаются в этом плане по сути. Плюс не стоит забывать, что все эти люди платят, когда эти дома приводятся в порядок налог на недвижимость, то они здесь тратят деньги, что они здесь во многих случаях открывают какой-то сопутствующий, небольшой хотя бы, но все-таки бизнес. То есть это живые деньги в городе. И в этой ситуации отказаться от этой программы, это значит, в принципе, поставить крест на каком-либо развитии центральной части города. То есть в городе тогда будут приведенные в порядок муниципальные учреждения, то есть будет стоять школа, флаг, отремонтированный фасад. Рядом развалины нескольких домов, потому что сейчас не хватает жителей. У нас количество людей в Риге сокращается, потому что сокращается количество людей в Латвии. Даже вся внутренняя миграция, когда люди из других регионов приезжают в Ригу, она все равно этого не закрывает. Насколько доматическая ситуация у нас сейчас? Ну, у нас сейчас в городе 650 тысяч человек живет. Это, ну, бывали времена и лучше, как вы сами понимаете. В стране официально 2 миллиона, ну, думаю, 1 900 где-то уже. Не думаю, что мы можем хвататься с тем, что у нас 2 миллиона. С людей не хватает. И в этой ситуации отказаться от этой программы, в принципе, ну, это, есть выражение, выстрелить себе в ногу, но это вот, не знаю, просто их себе отпилить пилой, обе ноги. На ваш взгляд, какова перспектива этой программы, учитывая политическую дискуссию, которая вокруг нее ведется? Я думаю, что все-таки хватит разума, чтобы эту программу не менять. Можно говорить о повышении порогов, да. Можно принять решение о том, чтобы это было дороже, или, предположим, какие-то еще выплаты фонд развития разума. Это все можно делать, все можно корректировать. Отказываться от программы нельзя. Потому что те данные, которые, опять же, я видел по прогнозам экономическим, ну, минус 2% от роста ВВП в год будет отказ от этой программы. Я, честно, не спорю о том, что эти инвестиции только в рынок недвижимости, что это не инвестиции в технологии или в развитие промышленности. Это все понятно, да. Но в этой ситуации даже эти инвестиции, они важны. Плюс, опять же, это вопрос того, как выглядит Рига. Увеличение порога, о котором вы заявили, на ваш взгляд, каким-то образом может отразиться на эффективность и популярность этой программы? Ну, смотря какое увеличение. Но если в три раза увеличить, то отразится, если добавить, предположим, не знаю, 50 тысяч сверху, то не отразится. Потому что сейчас цены в Риге, конечно, если брать пороги, если брать цены на рынке, если брать цены, предположим, в России, ну, это все очень выгодно. Поэтому возможность поднять, да, она есть. Чем, на ваш взгляд, обусловлен интерес россиян к Риге, как к столице Латвии? О котором сейчас тоже достаточно много говорят. В Риге сейчас, ну, за последние сколько, 4-5 лет сложился очень хороший имидж. Вообще, в России в целом и в Москве в частности. То есть, имидж хороший. Мы видим то же самое троекратное увеличение количества российских туристов в Риге. Если посмотреть на первые 10 дней января, то абсолютнейшее большинство туристов именно россиян. О каких четвертах идет речь? У нас общее количество туристов, я думаю, к концу этого года будет где-то 1,7 млн. В прошлом году было 1,5 млн. Россияне не составляют большинство, они составляют сейчас где-то около 20%. Ну, три конкурирующие, примерно равные по размеру группы, это немцы, скандинавы и россияне. Но при этом россияне доминируют в отдельный период. Вот, как предположим, первые декады января, когда у них длинные каникулы вокруг православного родчества и Нового года, тогда заполняемость в гостиницах под 85-90%. То есть, три конкурирующие практически на пределе в этом смысле работают? Нет, но гостиницы-то при этом же открываются все время новые, то есть, это расширяется. И когда люди видят, что заполняемость в хорошие периоды 85-90%, появляется желание инвестировать, открывать новые гостиницы. Плюс россияне больше тратят. Средний турист за поездку в Риге оставляет 500 евро, примерно, по данным Министерства экономики. Средний российский турист оставляет за поездку примерно 1500. То есть, они тратят больше. Эффекты от них в этом плане экономически лучше. В этой ситуации имидж у города хороший, действительно хороший. Люди сюда приезжают, многие по несколько раз. Доступное жилье, потому что то, что дорого сейчас, по объективным причинам, для жителей Латвии, для россиян, на европейском, особенно, на фоне цен, на недвижимость абсолютно доступна. Плюс возможность получить вид на жительство. Плюс многие сюда перевозят семьи. Здесь есть возможность общаться всегда, если мы говорим в Риге, с весь обслуживающий персонал. Ну, все, с кем ты сталкиваешься, тебя поймут и ответят на русском языке. Это важно. То есть, нет языкового барьера. Нет языкового барьера. И плюс сюда приезжает еще очень много знаковых фигур. Это тоже как бы идет вот такой процесс, который сам себя подталкивает. То есть, когда сюда перебирается, предположим, Светлаков, который здесь постоянно работает. Ладно, он живет в Юрмале, не в Риге, но какая разница со всеми своими коллегами. И он здесь постоянно базируется. Это расходится. И люди едут, и едут. Это очень хорошие представители российского общества, которые здесь, в принципе, принимают решение обосноваться. Как складываются отношения у Риги и Москвы у вас с мэром Собяниным? Ну, мэр Москвы был до последнего момента достаточно сильно занят с выборной кампанией. Равно как, в принципе, и мы здесь. Все были заняты до июня. Господина Собянина переизбрали, с чем я его сразу же и поздравил. Дальше продолжим те хорошие отношения, которые есть. Потому что в Москве рижские дворики работают проект. Туризм растет. То есть, отношения хорошие. Насколько Москве интересна Рига? Не, ну давайте себя вверх отдавать отчет о том, что размеры московского рынка и всего остального, и размеры Риги. То есть, мы бы даже если хотели бы, вся Латвия не смогла бы произвести столько продуктов питания, сколько нужно москвичам и гостям Москвы съесть сзади. То есть, ну, мы маленькие, а не большие. Но интерес есть. Я говорю еще раз, этот интерес, показатели, они абсолютно вот здесь, они наглядные. Те же самые туристы. Вот самый лучший показатель. Было столько, то сейчас в три раза больше. Ну, а разговоры с Москвой все-таки по принципу большой с маленьким или на равных? Вот как вы чувствуете? Не, мы просто говорим в тех областях, в тех отраслях, где у нас есть взаимный интерес. Там, где взаимный интерес, там мы говорим на равных. А там, где взаимных интересов нет, там, в принципе, говорить не о чем. В каких областях у нас есть взаимный интерес? Культурное сотрудничество идет очень хорошо. У нас очень хорошо в последний раз прошли Дни Риги в Москве с большим концертным паусом в театре эстрады. Экономическое сотрудничество, то, что мы говорим, предположим, об экспорте латвийских товаров. Плюс здесь же получается как. Образ Риги хороший. Власти относятся положительно. Соответственно, покупатель, который живет в капиталистическом обществе и покупает только то, что ему нравится, и то, что его устраивает по качеству, по вкусу и по цене, ты же его не заставишь какой-то специальной политикой покупать рижские товары. Ты конкурируешь с огромным спектром всего остального. И московские покупатели, то, что показывает сейчас то, что мы видим по факту, рижские товары, товары, где фигурирует слово Рига в названии, они к этому относятся положительно. То есть, это работает. Развитие отношений между Ригой и Москвой каким-то образом мешает политический фонд на национальном уровне отношения между Россией и Латвией? Ну, не помогает, я бы так сказал. Не помогает. Но существенных проблем нет все-таки в этом смысле. Но у нас, понимаете, у нас свой уровень, у нас своя специализация. Мы имеем отношение с регионами Российской Федерации как самоуправление. То есть, вот на этом уровне у нас все очень хорошо. Давайте в завершение программы вернемся к Риге. Вот что еще ждать, чего еще ждать рижанам в связи с большим количеством ремонтных работ? Будут ли пробки? Где? Какие сложности возможны? Ну, до конца октября должны быть завершены, до середины октября все работы, связанные с путепроводом на Ольмин-Гатве, с улицей Давгов-Гривус, с Венебас-Гатве. Это то, что делает Дума. Ну, там, где у нас получаются вот эти заторы. Не могу ответить, что и когда будет вокруг национальной библиотеки. Вот все, что там перекопали, за это отвечает Министерство культуры. Поэтому мне трудно... То есть, это не ваша компетенция? Нет. Ну, как бы согласуем эти работы, но мы их не можем не согласовать, потому что надо же библиотеку достроить. Глупо ее построить и вокруг все раскопать и так бросить. Поэтому, когда они что завершат, не знаю, трудно сказать. Но в следующем году будет хуже. Потому что в следующем году от того, что только островной мост закроется, уже вы представляете себе, что произойдет с городом. Просто к следующему году будет завершен, то есть тоже в этом году, в октябре, работы все по строительству третьей очереди, очереди Южного моста. И мы тогда перекинем туда движение с моста островного. Поэтому мы не могли начать его раньше ремонтировать. Сыпется, не сыпется, некуда было перевести весь транспорт. Но все равно город станет. Плюс в следующем году будет, ну, предположительно, где-то в два раза больше ремонтов улиц. И причем эти ремонты, они сконцентрируются в 2014 году, в первую очередь, в Пардаугове. То есть мы будем ремонтировать по районам, ну, так же, как вот этот принцип, как с дворами. Поэтому жителей Пардауговы, ну, обрадовать, с одной стороны, ничем не могу. По факту будет лучше, потому что все отремонтируют. Но во время ремонтов будет по-разному. То есть необходимо запастись терпением? Да, терпением и пониманием. Ну, что, спасибо вам большое, что пришли. И время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Вы смотрели вопрос с пристрастием. Напомню, что у нас в гостях был...